В этом виде спорта вся борьба происходит в головах, и физическое состояние участников партии не имеет значения. Именно поэтому шахматы и соседние по классу шашки так спокойно даются людям с ограниченными возможностями. Недавно во Владивостоке для них прошел целый чемпионат Приморья, в нем сошлись инвалиды с самым разным опытом. Были и новички, и постоянные участники городских и краевых соревнований. Бороться за черно-белой доской могли колясочники, люди с ДЦП и даже незрячие спортсмены. Сегодня роль интеллектуальных игр в жизни инвалидов и пожилых людей изучают целые институты. Например, недавно врачи выяснили, что занятие шахматами позволяет избавить таких мужчин и женщин от слабоумия и болезни Альцгеймера. Этот древний вид спорта также дает жизненную силу нейронам в мозге, способствует развитию интеллекта и поддерживает в тонусе здоровье человека. Всем известно, что любое общение, любые встречи для таких людей – это очень важно, и мы стараемся охватить различные виды спорта, стараемся, так сказать, максимально насыщать жизнь людей, имеющих различные ограничения, чтобы они были вовлечены в социум и общались друг с другом. В последнее время в Приморье сферам инваспорта нет границ. Такие люди спокойно занимаются плаванием, баскетболом, пауэрлифтингом, бильярдом и многими другими дисциплинами. И мало того, что эти спортсмены опровергают свои ограниченные возможности, так еще и каждый год умудряются прославлять наш регион на всероссийских соревнованиях. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.